Он любит свою работу за возможность общаться с разными людьми. Порой выступает и в роли психолога. Поднимает настроение прямо во время создания очередной прически. Так что без улыбки из его кресла точно не уйдете. Андрею Тену уже 60 лет. Дедушка четырех внучек еще в лихие 90-е отучился на парикмахера. Тогда еще в профессиональном училище номер два. Теперь уже в Сахалинском техникуме сервиса. До того, как взять машинку в руки, он был мебельщиком в копиоративе. И мы делали инкрустированные столы. Помните, в свое время видеомагнитофон, телевизор, а тумбочки вот не было. И я подглядел у знакомого эту тумбочку. Он привез ее с Японии. И я ее сфотографировал на глаз и сделал такую же. Когда мебель уже не пользовалась спросом, решил поменять профиль по совету жены Натальи. Тоже парикмахера. Все получилось. Сегодня среди клиентов у него много друзей, с некоторыми из которых когда-то в юности занимался боксом. Пожилым людям пострадет иногда. Сколько? Уходите, приходите еще. Детки маленькие приходят. Сколько? Приходите, идите с первого сентября. Это вам подарочек. Вот такой он, как бы, очень щедрый. Однажды он выставил колонку напротив детской больницы. Одну из ее пациенток пришлось стричь наголо. Хотел морально поддержать дух девочки, поэтому и спел. Постоянно стрягусь, да. Постоянно. Он еще не только стрягет, но он и кормит, поет, и песенки провожает, и встречает. Я второй раз слышу, как Андрей уже поет. И позитив, конечно, он такой, особенно в такую погоду пасмурную. А вообще, ну здорово. Еще и музей здесь создал. В коллекции старенькие бритвы и машинки. Одеколоны от гвоздики до ожон. В 82-м году, когда призвали в армию, у нас были вот такие машинки. А так как ротные у нас были очень строгие, значит окантовка была всегда. В этом уже много лет и скрыт его секрет мастерства. Игорь Антипов, Роман Бронников, телекомпания ОТВ.